Инвитат Улдина Часта, партия Местивуни, есть Кунаскута, журналист Ден Украина Дмитрий Гордон. Господин Гордон, здравствуйте, спасибо вам, что вы уделили нам время. Здравствуйте, Марьяна. Хотелось бы начать дискуссии с вашим мнением насчет того, что происходит уже на третий месяц войны в Украине. Недавно в интервью ваш коллега, главный редактор Олеся Бацман, сказала, что третья мировая война уже началась. Как вы видите развитие событий прямо сейчас? Да, я абсолютно согласен с этим определением. Третья мировая война началась 24 февраля, когда Путин вероломно напал на Украину, на страну, которая ничего плохого не сделала по отношению к России, не нападала на Россию, не имела таких планов. И вообще страна созидающая, мирная, спокойная, добрая подверглась варварскому нападению фашистской России, которую возглавляет главный фашист Путин. Конечно, идет третья мировая война, потому что втянутыми в эту войну России и Украины оказались много государств. И та же Молдова сегодня, это тоже будущий объект нападения России. Я в этом совершенно не сомневаюсь. И если у вас будут еще по этому поводу вопросы, мы обязательно на эту тему поговорим. Да, обязательно поговорим. У меня есть несколько вопросов на этот счет. Чего ждать дальше, кроме Молдовы? Вы видите другие цели для России? Я вижу первую цель Молдову. Почему? Потому что Россия не скрывает, что она хочет пробить коридор своеобразный к так называемой Приднестровской Молдавской Республике, где находится уже много лет ее 14-я армия. Это значит, что России нужно сейчас завоевать, попытаться завоевать Николаевскую, Херсонская область уже оккупирована Николаевскую, Одесскую область, выйти на границу с Молдовой, перейти ее и завоевать, естественно, Молдову, потому что Путину нужны результаты, ему нужно показывать своему населению, во имя чего совершается это военное безумие, во имя чего гибнут тысячи, уже десятки тысяч россиян. И, конечно, преподнести на блюдечке, кроме ряда областей Украины, Молдову для него крайне привлекательно. Конечно, кроме Молдовы цели у Путина следующие. Страны Балтии, Беларусь, понятно, Польша, вполне вероятно, хотя меньше шансов. Грузия, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан и так далее, и так далее. Планы наполеоновские, но, к счастью, Путин далеко не Наполеон. Единственное, что его роднит с Наполеоном, это маленький русский. Вот то, что вы говорили о своих планах, пока не очень понятно, как могли бы это сделать русские, имея в виду, что они даже своими планами в Украине не успели получить большие успехи. Смотрите, Херсонская область оккупирована Россией. Да. Сегодня. Значит, часть Донецкой, часть Луганской областей дополнительно к тому, что было оккупировано в 2014 году, оккупирована Россией. Да. Часть Запорожской области оккупирована, серьезная территория там, и Бердянск, и Мелитополь. Значит, сейчас решается вопрос по Мариуполю. И если Россия хочет выйти на границу с Молдовой, она приложит все силы для того, чтобы туда выйти. Я надеюсь, что ей это не удастся, потому что героическая украинская армия для этого сделает все. Но планы такие есть. А то, что у вас в тылу находится 14-я армия, то, что территория Приднестровья не контролируется правительством Молдовы, это мина замедленного действия, эта мина может рвануть в любой момент. Я хочу чуть позже вернуться к Приднестровью, что там может произойти, но пока вернемся к войне и к Путину. Есть ли вероятность того, что Путин воспользуется ядерным оружием? Вот если есть такой вот план, готово ли окружение Путина пойти на такой безумный шаг для всего человечества, с вашей точки зрения? Мне кажется, что касается стратегического ядерного вооружения, то есть нанесения стратегических ударов по странам, поддерживающим Украину, потому что если нанести удар стратегическими ракетами по Украине, то пострадает от этого Россия тоже. То есть речь идет о нанесении ядерного удара стратегическими ракетами по США, условно говоря. Но я в это не верю совершенно. Путин не безумец, он прекрасно понимает, что его ядерная мощь не сопоставима с ядерной мощью НАТО и Соединенных Штатов в частности. Из него котлету сделают, да даже не котлету, а фарш. Если он только подумает, нажать на эту кнопку. Что касается тактического ядерного вооружения, здесь сложнее вопрос, потому что можно бомбить ядерными зарядами действием на радиусом километр, пять километров, десять километров. Вот здесь варианты возможны. Конечно, варианты возможны. Пойдет ли на это Путин, трудно мне сказать. Пока ему это не нужно. Он имеет в своем арсенале все необходимое вооружение для того, чтобы пытаться сломить сопротивление украинской армии. Пытаться, потому что армия у нас очень сильная, и она обладает уже, спасибо странам НАТО, вооружением, которое не снилось России. Но если Путин будет видеть, что терпит крах, как отчаяние, ну, теоретически я допускаю, что он может воспользоваться тем, что использует против Украины тактическое ядерное вооружение. А тогда что может сделать его окружение? Поддержать его? Они же понимают, что это безумство. Надо понимать, что из себя представляет его окружение. Я не вижу там людей, способных зайти Путину в кабинет, достать пистолет и выстрелить ему в сердце. Ну, я не вижу таких. Это покорные бараны, которых он воспитывал в течение долгих лет, которые лояльны к нему абсолютно, которые понимают, что они замазаны кровью, они плывут с ним вместе, они отвечать с ним вместе будут. Чистое стадо, мы же видели это заседание исторического уже Совета Безопасности России, когда Путин их вязал кровью, просто будущей кровью вязал, как в банде вяжут. Поэтому ждать, что к нему придет Матвиенко или Нарышкин, или Медведев, или кто-то еще, или Патрушев, это наивно. А как насчет олигархов? Что? А как насчет олигархов из России? Мы видим, что в последнее время что-то с ними происходит. Уже несколько умерли в отчетах. Забудьте об олигархах. Они в стойле стоят и жрут траву, которую им разрешили жрать. Это люди глубоко зависимые, которые держат не свои деньги у себя. Это же не заработано ими. Им дали подержать чужие деньги, путинские в том числе. Поэтому от них не ждите ничего. Ни от одного олигарха ничего не ждите. Только какой-то олигарх захочет выступить публично, конкретно против Путина, ему пришлют новичок, и может быть кое-что еще. Наглядно для остальных. Значит, нет никакой опасности для жизни Путина, для его дальнейшего пребывания в посту президента России. Вы не видите вот такой опасности. Для жизни Путина я пока опасности не вижу. Пока. Что касается его пребывания на посту президента России, опасность есть. Она исходит от Украины. Если наша армия сможет достичь серьезных успехов, если в Россию пойдет еще больше гробов, если Россия окажется благодаря нашим западным партнерам без денег, без средств существования и без надежды, вот тогда пребывание Путина у власти может быть прервано. Источники «Медузы» утверждают, что в Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров и без обрушения рейтинга Путина. Там жалуются на то, что пропаганда переборщила с нагнетанием темы нацизма. Что вы думаете насчет этого? Вот эти мнения. Вариантов закончить войну с помощью переговоров не существует, потому что надо представить себе высокие договаривающиеся стороны. О чем договариваться? Путин огласил свои цели. Денацификация Украины. Допустим, он может сказать, да, я цели достиг, Украина денацифицирована, нацистов там больше нет. Их, правда, и не было, но, допустим, он может продать русской аудитории. Дальше. Демилитаризация. Может продать демилитаризацию. Он расскажет, что разбомблена вся инфраструктура, что не работают уже заводы, которые производят оружие, что там армии нет. Допустим, может сказать. Но дальше вопрос следующий. Он уже оккупировал, как я сказал, Херсонскую область, часть Запорожской, часть Донецкой, часть Луганской. Он может уйти оттуда? Сомневаюсь. Там уже раздают вовсю, в Херсонской области, российские паспорта и готовят все под Россию. Значит, если он уйдет оттуда, его не поймет Россия. А Зеленский может подписать соглашение, что Путин оккупировал Херсонскую область, еще там ряд районов других областей? Не может. Его не поймет Украина. А после такого кровопролития, после таких страданий, после такого героизма украинской армии, может Зеленский согласиться с тем, что Крым и Донбасс, это Россия, не может. Поэтому, ну нет, ни почвы для переговоров, ни повода, ни результатов, если даже они состоятся. Я в них не верю. А это значит, что война может идти еще годами? Пока кто-то не передумает. Это больной вопрос. Это значит, что война может идти еще долго. Пока украинцы и Запад объединенные не удушат этого фашиста. Ну, понимаете, на сегодняшний день, каждый день ежедневно Запад закупает у Путина нефти и газа на миллиард долларов. Да. Если прекратить это делать, дела пойдут быстро вниз у России. Но Запад пока не готов отказаться от этого, насколько я понимаю. Вот если бы нефтяной эмбарго ввели завтра, ситуация бы изменилась мгновенно. Но пока Путин имеет ежедневно миллиард долларов, ну, сложно. Понятно. Есть деньги на вооружение, хотя вот помогают и для вооружения Украины. Но пока будут деньги и у одних, и у других, война будет продолжаться. Россия без Путина станет другой Россией для Украины? Я этого спрашиваю, потому что даже лидер оппозиции из России Алексей Набальный заявлял ранее, что Крым наш. Это было ранее, я думаю, сейчас он этого заявлять не будет. Это первое. Второе. Какой будет Россия после Путина, зависит от того, какой она станет к моменту ухода Путина? Если это будет глубоко нетехнологичная Россия, без будущего, без надежды, без шансов, если будет крепкая Украина и будет решительным Запад, это будет одно. О другом я даже не хочу думать. Как вы думаете, на смену Путина может прийти какой-то демократ в России? Может что-то поменяться, радикально в России после Путина? Вы знаете, при условии жесткого эмбарго, при условии отключенного от федеральных телеканалов Дмитрия Киселева, Соловьева, Скобеевой, Поповой и прочей мерзости пропагандистской, которая нагнетает так обстановку много лет, возможно, все. Россия не безнадежная страна, не конченная страна. Пока есть 20% даже, а я думаю, что и больше тех, кто понимает всю глубину пропасти, в которую потащил Россию Путин, есть надежда. Кроме того, я всегда говорю, что не большинство руководит курсом стран и так далее, а всегда меньшинство. Думающие, адекватные, понимающие ситуацию, патриотичные. Поэтому я думаю, что в России достаточно людей, которые после ухода или свержения Путина, способны будут повернуть ситуацию в демократическое русло. Вспомним Советский Союз. Вспомним события, предшествовавшие его падению, краху этой огромной страны, державшейся на страхе. Как только Рейган обвалил цены на энергоносители, как только он устроил гонку вооружений, Советский Союз сдох. И как только он сдох, он объявил сразу курс на демократизацию, на перестройку, гласность, ускорение и так далее, и так далее. После этого закончился. Почел в позе. Я думаю, что ситуация с Россией будет точно такой же, как была с Советским Союзом. Вопрос в том, есть ли Путину альтернатива в России как лидеру? Боже мой, 140 миллионов страна, ну разве может не быть альтернативы Путина? Да он задрал уже полстраны. Можете сказать имя? Я не знаю этого имени. Нет, я не знаю имен. Я уверен, что огромное количество есть людей, которые понимают гибельность этой политики путинской, которые любят свою страну и понимают, что России место не на помойке, где она скоро будет, она уже одной ногой там, а среди цивилизованных стран западных и если такие люди найдутся, они найдутся. В России будет другой путь. Для этого надо перекодировать мозги заплывшие, отупевшие подавляющего большинства россиян, которые слепо верят Соловьевской пропаганде. С ними же невозможно разговаривать. Пока будет эта пропаганда, понятно, что ничего не будет меняться. Вы знаете, может все измениться. Если вы в течение двух месяцев уберете с телеэкранов федеральных каналов всю эту свору и туда зайдут другие люди, я не знаю, типа Невзорова, Шендеровича, Сорокина, да кого угодно, тут же перекодируется все. Но немцы перекодировали, почему думаете, что нельзя перекодировать русских? Во-первых, немцы согласились, что они были агрессорами. Россия никогда не соглашалась, что они были агрессорами в любой войне. Вы знаете, как только у России не хватит предметов первой необходимости у россиян, как только вот захотят, я не знаю, урожай собирать, а комбайном запчастей нет, потому что Запад не дает, захотят нет добывать, а запчастей на скважины нет, Запад не дает и так далее. Вот как только начнется недовольное, сытое сегодняшнее время Москвы и Питера, а как только начнутся суровые будни, связанные с отсталостью, нетехнологичностью и безнадежностью и беспросветностью, тут же все завертится маховик в обратном направлении, заработают мозги. Странно, что-то колбасы нет, что-то того нет, что-то сего нет. Это же все мы проходили, я не придумал ничего. Я же помню Советский Союз, вы еще не застали наверное эти времена, а я помню Советский Союз на излете. Мяса нет, водки нет, колбасы нет, тетради в клеточку нет, тетради венечки нет, туалетной бумаги нет, ни черта нет, все в дефиците. И когда все в дефиците, начинают работать даже одеревеневшие мозги, начинают крутиться, а что-то наверное не так? То есть вы думаете, что могут быть какие-то протесты против режима Путина в России? Это может произойти, это реально. Большие протесты, на которые выходит очень много людей. Сейчас все задавлено законодательством просто жутким, когда могут сажать до 15 лет за протест. Но я думаю, что наступает точка невозврата, за которой начинается массовый протест, который уже невозможно пресечь. И тогда просто полиция присоединяется к народу. Мы это все видели, опять-таки, я же ничего нового не рассказываю. Рядом с вами Румыния. Мы это видели в других странах, в России мы это не особо видели. Рядом с вами Румыния. Да. В 89-й год, Чаушеску любимый лидер, в секретаре работает, все прекрасно, все нормально. И он выступает на митинге, где сотни тысяч человек стоят. И вдруг начинаются недовольные возгласы, он улетает на вертолете, его перехватывают и расстреливают вместе с женой Еленой. Мы же все проходили. Такой сценарий может произойти и с Путиным? И Россию проходили, бунт ГКЧП, путь ГКЧП проходили. Все мы знаем, как оно происходит. То, что произошло с Чаушеской, может произойти и с Путиным? Вы считаете, что это может быть реальным? В определенных ситуациях? Да, запросто. Все, что угодно. Конечно. Я хочу перейти к вопросам про Приднестровье и про Молдову. Говорили в начале, что вернемся к этой теме. Вы говорили о возможности войти в Приднестровье для украинской армии. Может ли Украина принять подобные решения в одностороннем порядке? По вашему мнению? Просто мы слышали то, что говорили господин Арестович и господин Подоляк. Но по вашему мнению, если предположим, что это станет хорошей тактикой для успеха украинской армии, могла бы Украина пойти на такой шаг? Вы знаете, я исхожу из того, что Украина европейская страна, которая принимает европейское законодательство, которое является цивилизованной страной. Это первое. Поэтому входить на территорию каких-либо государств, ну это нарушение международного права. Второе. Я рассуждаю вслух. На территории Молдовы, дружественной Украины страны находится анклав под названием Приднестровье, который не контролирует Молдова, в котором находится 30 лет уже 14-я армия Российской Федерации, которая несет угрозу для Украины сегодня. Потому что если российские войска начнут рваться со стороны Одессы, допустим, и к ним навстречу может выйти 14-я армия из Приднестровья. Поэтому в ситуации войны России с Украиной я говорю сейчас не как официальное лицо, я говорю как журналист и как патриот своей страны. Я говорю как человек, которому, может, неизвестны какие-то дополнительные обстоятельства. Это все надо понимать. Я бы в этой ситуации нанес ракетные удары по сосредоточению сил 14-й армии Российской Федерации. Не по Приднестровью, не по мирным жителям, ни в коем случае. По 14-й армии Российской Федерации по живой силе и технике, которая угрожает сегодня Украине и которая может принести нам немало беды. А кто-то разделяет из властей Украины ваши взгляды насчет того, что можно сделать? Я с властями на эту тему не говорил. Власти на то и власти, чтобы принимать решения. Я высказываю свое частное мнение. Я бы разбомбил к чертовой бабушке всю 14-ю армию Российской Федерации. Я бы бомбил аэродромы военные на территории Российской Федерации. Как они бомбят все у нас на территории, стреляя по жилым домам многоэтажкам, убивая детей, убивая людей, пытая людей, бомбя нашу инфраструктуру, бомбя наши вооруженные силы. Я бы бомбил все, что попалось бы под руку на территории России, не связанное с мирным населением, подчеркну, военную инфраструктуру, живую силу противника, имея в виду военных. Все, что несет угрозу и опасность для моей страны. Может быть, вы знали, вот этот сценарий, велись ли на эту тему консультации с США и с НАТО? Мне это неизвестно. Вам неизвестно? Нет. Не знаю, если вы видели эти информации, которые появились буквально сегодня публично, по крайней мере, в Молдове, информации СБУ, в котором говорится, что 14-я армия, это, в принципе, примерно 300 российских солдат, остальные все солдаты с гражданством Украины или Молдовы. Есть чего бояться? Я видел сообщение, информацию, вернее, о том, что в 14-й армии есть 300 очень хорошо обученных военнослужащих. Да. Я не знаю, насколько это правда, насколько это неправда. Я знаю, что существует 14-я армия Российской Федерации, у которой живая сила немало. Живая сила и техника. И в определенный момент по команде эта живая сила и техника может двинуть на территорию Украины. Как двигала живая сила и техника на территорию Украины со стороны Беларуси. И в огромном составе, в огромном количестве. Почти до Киева дошли, не почти. В Киеве танки ходили уже, которые пришли к нам с территории Беларуси. Поэтому, понимая это, я повторяю, я осознанно говорю, это мое личное мнение. И за мое личное мнение меня нельзя осуждать. Я бы ударил по 14-й армии. Это армия страны-агрессора, страны-захватчика, которая принесла нам горе на нашу землю. А как вы думаете, солдаты вот этой 14-й армии, у которых есть украинское гражданство, они бы пошли против Украины? Да, конечно. Против Украины пошло очень много людей с украинским гражданством и в 14-м году в Крыму и на Донбассе. И сейчас хватает сепаратистов, хватает негодяев с украинским гражданством, которые наводят на наши объекты вражеские самолеты, которые сдают наших патриотов российским частям, которые временно оккупировали нашу территорию. Украинский паспорт это еще не признак патриотизма. Да, согласна. Поэтому все, кто находится в составе 14-й армии, являются потенциальными врагами моей страны. Господин Арестович заявлял ранее, что Украина предоставит поддержку Республики Молдова, если Республика Молдова это попросит. Что вы думаете, что имел в виду господин Арестович? О какой помощи идет речь? Я думаю, что если 14-я армия или другие вооруженные силы России начнут осуществлять агрессивные действия по отношению к Молдове и Молдова обратиться к Украине с просьбой о помощи, я думаю, что Украина рассмотрит это предложение и будет действовать адекватно. Я так интерпретирую слова Алексея Арестовича. То есть поможет Молдове в этой войне, если, не дай бог, это случится? Мне кажется, я скажу точнее, объединиться с Молдовой для разгрома противника. Хорошо. Заявления некоторых официальных лиц Киева порой довольно критические в адрес Кишинева и в адрес властей Кишинева. Мы слышали, что у Молдовы не хватает смелости или же мы пытаемся воспользоваться ситуацией своих интересах. Может быть, вы знаете, какое все-таки отношение Украины к властям из Молдовы, если есть объединенное мнение насчет того, что делают наши власти? Вы знаете, я всегда говорю то, что думаю. Этими отличаюсь от подавляющего большинства людей, которых вы можете видеть в Ютубе и на телеэкранах. И что вы думаете о нашей власти? Из-за этого много врагов у меня, много тех, кто меня не любит, но число тех, кто меня смотрит и тех, кто меня понимает, в разы больше. Поэтому скажу вам свою точку зрения. Я считаю, что в Молдове много людей, которые любят Россию и любят Путина. И то, что президентом страны столько раз был Дадон, которого я считаю агентом влияния Российской Федерации. Только четыре года был президентом. Ну да, но перед этим Воронин был. Это та же песочница. Прорусские много лет у нас в власти. Да, да, та же песочница. Поэтому не секрет, что по подсчетам, по различным данным в Молдове чуть меньше половины граждан симпатизируют Российской Федерации и Путину. Я не ошибся? Нет, но сейчас начинается меняться ситуация. То есть с начала войны... Да. Слава Богу. Теперь идем дальше. Я с большим уважением отношусь к Майе Сангу. Я был горячим сторонником ее прихода к власти. Да, мы помним. За несколько дней до ее победы в президентской гонке я сделал с ней большое интервью, которое посмотрело более трех миллионов человек. И я надеюсь, что каким-то образом это интервью помогло Майе Сангу стать президентом Молдовы. Для меня она западно ориентированный человек, и это очень важно. Вообще в моем понимании Молдова это западная страна. Я очень люблю Молдову. Очень люблю. Я часто бывал в Кишиневе раньше. И я вам скажу, я был дома у Евгения Доги, у Марии Биешу в свое время, и с Кишиневым связана не одна светлая страница моей жизни. И конечно, когда Россия напала на Украину, я хотел поддержки от Молдовы в том числе, и от Грузии в том числе. Какого рода поддержку? Но мы не увидели этой поддержки. Я задаю себе вопрос, почему? Я отвечу на этот вопрос, потому что в Молдове за годы руководства пророссийскими президентами не было создано боеспособной армии, которая могла защищать территориальную целостность Молдовы. Нам это знакомо, потому что у нас при Януковиче все тоже уничтожалось в плане армии. И Майя Санду просто боится занимать такую активную проукраинскую позицию, потому что понимает, что этим она подставляет под удар свою страну. Это называется соблюдение национальных интересов. То есть голова у меня это понимает, а сердце не принимает. Вот моя позиция. А вот вы говорили про ожидание поддержки. какого рода поддержки вы ожидали от Молдовы? Вот считай, что у нас ни армии, ни вооружения нету почти что никакого. У Молдовы еще самолеты остались МИГи. Да. Молдова же отказалась давать нам МИГи. Да, они объяснили тем, что мы нейтральная страна. Объяснить можно всем чем угодно, а вопрос стоит так. Дайте МИГи, нам они нужны. Нам вот это отсутствие поддержки. Кроме этих МИГ есть кое-что другое, чем могла бы Молдова помочь? Ну, я думаю, для Молдовы сегодня идеальный вариант, учитывая события все, которые происходят, выгнать из Приднестровья сепаратистов и восстановить территориальную целостность и свой суверенитет. идеальный вариант исторический. Я не знаю, если силы у Молдовы нет. Чем это сделать? Вот я не знаю, если силы у Молдовы нет, но Молдова могла бы обратиться к НАТО, например, я не знаю, я так рассуждаю вслух. Могла бы обратиться официально к президенту Украины Майя Сандо. Помогите нам выгнать сепаратистов. Может, Украина с Молдовой это же входит, смотрите, убрать 14-ю армию входит вообще в стратегические задачи Украины, да безусловно, это очаг напряжения. А входит убрать 14-ю армию из Приднестровья в планы Молдовы, ну наверняка, да, это же опять целостность обрести. Но без войны. Ну без войны, так давайте еще 50 лет ждите, а может 100, а может 200, а может они скоро придут к вам в Кишинев и скажут, это тоже наша часть Приднестровской Молдавской республики. И не только в Кишинев, захватят все, и Белс, и Сороки, и все остальное. Ну, это же история простая, или ждите и можете дождаться, я говорю, как есть. Или другой вариант. Но это зависит от нескольких шагов, которые должны, и успехов в России, пока этого еще нету. Правильно? Смотрите, Николаев еще не русский, мы надеемся, что не станет. Марьяна, пока вы выжидаете, мы воюем. Согласна. И платим за свою свободу тысячами жизней лучших людей. Да, с этим я абсолютно согласна. И хочу перейти к нескольким вопросам, в принципе, о вас. Эта война поменяла принципы и мировоззрения многих людей. как эта война поменяла вас? Вы знаете, она меня не поменяла, потому что все то, что я говорю сейчас, я говорил все 8 лет российской агрессии. Для меня война началась вообще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Сейчас острая фаза этой войны просто, но война для меня началась еще тогда. вся моя риторика, все, что я говорю, все, что я делаю, ничего не претерпело изменения, может, больше активности. Слава Богу, есть YouTube, есть другие соцсети, все мои выступления, сотни выступлений в течение этих долгих лет, они говорят лишь о том, что я был последователен, я говорил одно и то же всегда, я называл Россию агрессором, а Путина преступником. С первых дней российской агрессии в 2014 году. Поэтому для меня ничего не изменилось. Для меня изменилось, знаете, что я не представлял, что в России настолько все плохо, я знал, что плохо, но не представлял, что настолько все плохо в плане расчеловечивания такого. То есть то, что к нам приехало на ржавой этой российской технике в форме солдат российской армии, оказалось таким сбродом, таким биомусором, такой сволочью, что они вытворяли с мирными жителями, с детьми, с женщинами, со стариками, как они стреляли людям в затылок со связанными руками, ни за что, просто так, ради развлечения. Поэтому вот в этом плане мой кругозор несколько расширится. Понятно, но существенная доля ваших гостей в передаче раньше были русские политики, спортсмены, звезды. Так будете дальше? Вы знаете, существенная доля, но, как правило, это были люди, которые испытывали симпатию, любовь к Украине. Откровенно, таких каких-то пророссийских настроенных людей у меня не было. Сегодня, учитывая, что страх овладел российским обществом, я бы хотел, наверное, записать интервью с людьми, которые протестуют против этой войны, которым ненавистен Путин и вообще русский фашизм. Но страх сковал их, потому что за это дают 15 лет. И я не хочу этих людей подставлять. Конечно, я бы сделал интервью с Лея Хиджаковой или с, я не знаю, Оксимироном и так далее, но есть люди, есть люди там, там есть люди. Да, это очень важно, чтобы было понятно для всех, что Россия тоже, в России не все агрессоры, там есть и люди. Есть разные люди. Есть, конечно. В 2016 году во время рассмотрения вопроса переименования Московского проспекта в Киеве, проспект Степана Бандера, вы были единственным депутатом Киевского городского совета, который проголосовали против, но вы объясняли, почему вы это тогда сделали. Сейчас вы бы поступили по-другому? И может, объясните нам, почему вы тогда так поступили? Сейчас я полон желания узнать об этой личности как можно больше, чтобы попробовать оценить ее заново. На тот момент я объяснил свою позицию тем, что Степан Бандера, идеология Степана Бандеры убивала поляков, евреев, украинцев, русских и так далее. Я не люблю идеологию, которая убивает. Сегодня я повторяю, я хочу получить как можно больше исторических данных для того, чтобы попробовать заново рассмотреть эту историческую личность. Если исторические данные, которые мне предоставили, помогут мне пересмотреть, это я пересмотрю. Если не помогут, не пересмотрю. Но я знаю одно. Разговор об истории, о памятниках, о национальных героях, он нужен, конечно, но только после победы над Путиным. Сегодня нам не нужно акцентировать внимание на том, что разъединяет. Нам нужно объединять, склеивать, сшивать страну. Хотя так, как ее склеил и сшил и объединил Путин, даже трудно представить себе еще такой вообще вероятности. Ну и про объединение народа. До войны вы были ярким критиком президента Зеленского. Сейчас насколько поменялось ваше мнение насчет Зеленского? Есть уже какое-то уважение за то, жил ваше уважение Зеленский? И может быть скажете, я думаю, что вы когда-то об этом думали. Если не Зеленский был бы президентом Украины в это время, как бы шло бы русло этой войны? Что бы произошло в этой войне? Я не люблю вопросов, если бы, знаете, есть поговорка, если бы до кабы борту выросли грибы. Вот я как-то так всегда думаю о том, в сослагательном наклонении я не мыслю. Это непродуктивно. Что касается Владимира Зеленского, я испытывал к нему большую симпатию и любовь много лет. я был единственным журналистом, который накануне президентских выборов взял у него трехчасовое большое подробное интервью, в котором он впервые сказал, что идет в президенты. Я действительно резко критиковал его за вещи, которые мне казались неприемлемыми. Это моя личная точка зрения, и я от нее не отказываюсь. Я отдаю Это абсолютно нормально для журналистов? Конечно, конечно. Я отдаю должное президенту Зеленскому сегодня во время войны, потому что он не струсил, он остался в Киеве в самое тяжелое время, он достойнейшим образом выполняет свои конституционные обязанности. Сегодня если кто-то будет критиковать Зеленского, я буду с этим спорить, потому что сегодня нам нужно сплотиться всем вокруг президента и победить эту фашистскую агрессию. Если после победы Путина Владимир Зеленский что-то будет делать в стране так, как мне не понравится, я, может, тоже буду его критиковать. Если после того, как мы победим Путина, я имею в виду. Окей, а то я не понимаю, вы допускаете, что Путин может выиграть эту войну? Нет, нет, нет. Если Путин, не дай бог, еще три раза потерю выиграет, президента Зеленского не будет, о чем вы говорите. Вот, я бы тоже его критиковал. Может быть, Владимир Александрович, а если будет, за что. И это нормальная ситуация. Но во время войны надо всем закрыть рты и делать все каждому на своем месте для того, чтобы победить фашистскую страну. Россию. В этом контексте у меня последний вопрос. Что самое важное делать, когда ты находишься перед лицом агрессора, которого боится весь мир? Самое важное выполнять свои функциональные обязанности на любом месте, где бы ты ни находился. Делать все для победы. И важно не бояться, не надо бояться. Тот, кто боится, всегда проигрывает. Я абсолютно уверен в нашей победе. У меня нет ни доли сомнения в том, что Украина победит. Доли сомнения даже нет. Мы выиграем, потому что наше дело правое, потому что мы отстаиваем свою страну, свои родные места, свою родину. и нет никогда никаких шансов у тех, кто приходит отбирать у людей то, что у них в сердце, то, что они любят, то, что они в результате защищают. Поэтому, вы знаете, я не хотел бы переживать то, что мы переживаем сегодня, и никому не пожелаю это пережить. Но, с другой стороны, я счастлив, что я являюсь частью страны, которая героически отражает агрессию фашистского государства. И я счастлив буду в день победы сказать, мы победили, мы сломали хребет этому негодяю, и мы будем жить как люди с гордо поднятой головой. Что бы вы хотели передать нашим телезрителям, если есть какой-то месседж? Бунысяры шибины вам гисит. Я хотел бы передать вашим телезрителям слова любви с Украины. Мы вас любим. Мы любим Молдову, мы любим молдаван, мы любим всех, кто живет в прекрасной Молдове, в замечательной солнечной Молдове. Мы хотим, чтобы вы стояли вместе с нами в борьбе против Путина и против России. Когда нас будет много вместе, ему будет совсем тяжело. Когда мы будем ждать, что он сделает с каждым из нас, ему будет легче. Это был Дмитрий Гордон. Слава Украине. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо, господин Гордон.